Здорово, бандиты. Это гем. Так, сейчас проверить, идет запись или нет. Так, да, запись идет. Потому что в этом режиме непонятно, то есть записывается, не записывается. У меня на экране нихуя нету, только по верхней вот этой хуйне я могу проверить, идет она или нет. Так, ну что, настало время охуительных историй, все долго этого ждали. Во-первых, по вопросу про гильдии, сейчас скажу. Все меня спрашивают про... Бля, это где эта штука? Про вторую гильдию, вот эту реквием Этерники. Наша ли это гильдия, не наша ли это гильдия, что к чему и че почем. Короче, да, это вторая наша гильдия академкой. Ну, можно назвать, наверное, академкой, я не знаю, хотя это не совсем правильно. Я не считаю, что академия это одно и то же. Но не суть. Как бы дело в том, что что этому сподвигло? Во-первых, тяжело играть гильдии, которые рашат. То есть, ну, реально тяжело, потому что ну, кучу мячей отбивать в субботу может не каждый. То есть, это ты почти весь день занят. Ну, не весь день, но весь вечер, грубо говоря, ты занят в субботу. Это напряжно, потому что отбивает все со строгим интервалом, постоянно надо заходить, отбивать и все такое. Это тяжело, поэтому далеко многие хотят присоединиться к гильдии, но не могут, потому что банально они не могут рашить. И с этим помогает как раз таки вторая гильдия. То есть, я не знаю, сколько мячей не отбивает. По-моему, они всего два мяча бьют. Но врать не буду, я не знаю, потому что ну, мне банально похуй, сколько мячей не бьют. Мне это не совсем интересно. Да и в целом, что там происходит, мне тоже не так уж интересно. Но гильдия достаточно активная, убивает в принципе всех. Она пробивает и нас. Пробивала. Она пробила всех, кроме сквадзира, потому что сквадзира им еще не попадались. Ну, посмотрим, попадут они на сквадзира или нет. Но я думаю, что они пробьют без проблем. Там, мне пишут, что там, что вы за бомжей набрали, там, все два золота и так далее. Как бы, вот эти ребята, которые два, там, три золота, как бы, ну, как мне писали, это люди, которые донатят, блядь, столько денег в эту игру, что вы до стольки считать не умеете, никогда, нахуй, столько свитков не откроете за всю жизнь, блядь, сколько эти два золота, так называемые, открывают. Ну, то есть, там такие, там, чуваки, которые просто берут по приколу, там, 200 лд свитков покупают, открывают 200 лд свитков, там, такой парень есть, и он, или у него, или как-то так, у него ник, или он, он, экс, что-то, какой-то такой небольшой ник, там, пиздец, он вообще, у него лд, по-моему, вообще почти все, что угодно у него есть, у него табло, блядь, ну, там все, вообще, и рис, и табло, там все, лд пятерки у него, жесткий чувак. Но рейтинг у него не сильно большой, потому что руны у него банально говно. Так что, там, при желании, те, кто захотят, запотеют, они спокойно один рубин берутся. Хотя, кого-то я там видел вообще с галимыми рунами, мне не понравилось, ну, как бы, в любом случае, я этой гильдией не занимаюсь, это не моя головная боль. Ну да, это наша вторая гильдия, в которой, так, типа, люди играют серьезно, но при этом отдыхают, не так потно, как у нас. Так что, вот такая вот академия. И с чем это связано? Это, как по моему мнению, это первоочередное, что сподвигло создать эту гильдию. Замечательная гильдия Aftermath EU. Видите? Это текущая доминирующая гильдия на арене. Но! Это гильдия, которая почти никогда не берет легенду нигде, ни на ГВ, ни на арене, нигде. Но при этом она доминирует на арене. Как это происходит? Очень легко. Я опишу вам такую ситуацию. Игроки на Глобале с ней прекрасно знакомы, потому что у них схожая ситуация происходит на ихнем арене-сервере. Ну, как, блядь, неправильно я сформулировал. На их сервере, на арене происходит схожая ситуация. Потому что там какая гильдия там? Epic Fail, наверное, или кто из них, я не знаю, там имеет три филиала. Или кто еще? Или Malicious две гильды, по-моему, кто-то еще. В общем, суть в том, что у гильдии Aftermath есть еще две другие гильдии. Возможно, даже еще три, я точно не уверен, но две точно. Еще есть AF Legends и AF что-то там еще. AF Solace. Вот. И смысл в том, что там порядка 70-80 человек, которые не атакуют друг друга и фармят только вас. С примерным рейтингом около рубина и выше. То есть, ну, приблизительно. И, то есть, такая доминация жесткая, она влияет на то, что очень тяжело попасть даже в два рубина, если у вас там не какой-то супер атакующий пак, а при этом какой-то изменяемый деф. То есть, это действительно трудно. Потому что у Squad Zero тоже есть одна гильда, плюс еще другая гильда. Я не знаю, сколько гильдий у Squad Zero, но две точно есть. Может, даже три, хотя вряд ли. Но они друг друга особо не оттачат. То есть, там много людей, которые друг друга не бьют. И то есть, формально, попадая на арену, то есть, допустим, вы попали в промежуточный ранг, допустим, 37-е место у вас на арене, и, допустим, 15 минут до конца арены. Формально вас могут бить 90 человек, которые друг друга не бьют. 90, блядь, человек. Ну, грубо говоря, понятно, что кто-то из них, там, допустим, 20 человек не рашат, там, кто-то из них, там, я не знаю, там, будет занят ревенжами, кто-то что-то еще. Но все равно, то есть, тебя будет хуячить. Чтобы ты вылетел из этого ранга, достаточно, чтобы тебя периодически било 3-4 человека и плюс рандомы. И все, и ты вылетишь. Как бы, я не то, что жалуюсь, я просто объясняю, как происходит все, в принципе, на арене. И это подвигает к ответным мерам. Таким вот, то, что они пытаются доминировать на арене таким тупым образом, хотя, легенду они взять не могут, потому что у них нет игроков, которые могут удержать легенду. У них была София, она продала аккаунт, сейчас этот аккаунт называется Шанкс, Шанкс, называйте, как хотите. Я не знаю, где он сейчас... Но смысл в том, что его купили. И он постоянно пытается взять легенду, но у него не получается, потому что там чувак переливала бывшие, Акума, ну, кто помнит Акума, Акума Матата, нахуй. Смысл жизни так прост. Тимон и Пумба! Ну, вот этот, короче, чувак. В общем, нахуй Акуму идет он нахуй. Вот так происходят дела на арене, то есть, ну, это как бы очень тупо, потому что одно дело, когда одна гильдия бьет другую гильдию, и все круто, а другое дело, когда вот ты нейтральный чувак, ты заходишь, и типа, ну, вот просто банально взять какого-нибудь чувака рандомного, ну, вот с гильдией, например, Шанай, да, Эвил Сол, например, вот гильдия, ты заходишь на арену, там, с два с лишним рубина, тебя никто не знает, ты только поднимаешься в три рубина, тебя просто, моментально, блядь, четыре человека из нашей гильды, там, человек пять из Афтермразии, и там, два человека из Сквадзира, ба-бах, и все, и ты в пизду улетаешь сразу же, ты уже не то, что не два, не три рубина, ты уже нахуй не два рубина, просто ежесекундно, потому что твой деф, ну, маловероятно, что он для людей на таком уровне игры какой-то вес представляет, и то есть, по сути, решает не твой деф, да, а твои, как бы, межличностные отношения с игроками, и, блядь, повезет тебе или не повезет, ебнут тебе или не ебнут, фортанет, не фортанет, получается, просто арена в рулетку превращается, мне это немножко не нравится, я надеюсь, это как-то изменит, или что-то еще, но, в общем, это тоже одна из причин появления данной гильдии, как бы, возможно, даже это основная причина, хотя я не знаю, я об этом узнал уже под фактом, то есть, когда гильдия уже сформировалась, мне уже сказали, вот так и так там, вот у нас есть вторая гильдия, я зашел влайн, смотрю, меня в чат пригласили, ну, да ладно, нахуй гильдии, перейдем к другому моменту, не менее интересному, хотя для кого-то, наверное, нет, но все же, смотрим, видите, на первом месте находится данный господин, япошка, с ником, сейчас я не знаю, какой ник, но у него был ник до этого, блять, как же она мне говорила, Марго мне переводила его ник, она типа, с понтом под зонтом японский знает, Гури, вот, она переводила его ник, сказала, он называется Гури, что примерно означает, что-то типа, что ему весело, короче, что он куражится, там, ха-ха, вы все говно, я царь, и типа, я вас всех ауешу, ваших мамок закручу, и все в таком духе, в общем, ну, типа, такая насмешка, его имя, это типа насмешка, над всеми остальными, что он типа, сверхчеловек, вы все говно, спасибо ей, кстати, за перевод, это круто, но не суть важно, перейдем к другому моменту, он взял первое место, с ебанейшим отрывом, и, прошу вас заметить, первое место, светлая Часун, светлая Панда, табло, Ирис, ну, и понятно, что все обычные монстры, обычных монстров я даже не называю, потому что они у них все есть, второе место парень, это Тринити, табло, Аберон, третье место, светлая Панда, табло, светлая Часун, кто еще, кто еще, кто еще, ну, Ирис тоже там, само собой, кто-то еще у него был, кто-то еще был прикольный, я не помню, ну, да ладно, четвертое место, собачий хуй, собачий хуй, это Джиана, с плюс, 200, сука, 16, или 12, 16, вроде, 200, сука, 16, с вифт-цетом, на ней, и вы думаете, нахуя такая быстрая Джиана, да зачем она нужна, и Сиара, с охуенными статами, плюс, 200, сука, скорости, и он был всего лишь четвертый, у него, у собачьего хуя, была Сиара, блядь, Джиана, термоядерная там, панда, тоже, и рис, и табло, вот это все говно у него тоже было, и он встатал, Барион, я думаю, все, кто играет на глобале, прекрасно знают, что у Бариона просто, блядь, больные руны, это одни из лучших рун вообще, в принципе, среди всех серверов, это светлая Часун, это табло он так и не выбил, что же у него там еще есть, но по-моему, из темно, из темно светлых он только светлую Часун использовал, но смысл в том, что есть светлая Часун, так, вот этот чел с котиком, честно, я даже не знаю, чем он играет, чел с тигром, это тоже табло, блядь, и прочее, и прочее, и прочее, лама это табло, ирис, как этот называется, черный рэгдол, да, черный рэгдол, так, вот этот следующий чел, это тоже светлая Часун, следующий чел Корозив, это просто очень крутые руны, и что у него из таких жестких монстров, блин, по-моему, из Света Тьмы, я даже честно не знаю, потому что я толком не проверял, и попадал я на него только на спидпаки, и спидпаки там не впечатляли, эйс, все прекрасно знают, да, видели наверняка на турнирах, это табло, как этот называется, черный пират, короче, ириска, и джиана, ну, вы поняли, да, примерно, и левел рун, просто термоядерный, то есть, вы поняли, какой, какие монстры, доминируют, в первых десяти позициях, это очень жестко, но, смысл в чем, парень, вот этот, взявший первое место, он продал свой аккаунт, после того, как он занял первое место, кто там сейчас играет, я не знаю, но, рассказал он одну очень, очень интересную вещь, сейчас я покажу данный пак, чтобы вы поняли, вот этот пак, Repraisal Packs, да, да, Repraisal Package, это хренатень, позволяет тебе, переделывать руны, стоит она, 2300 рублей, в долларах, я, честно, не знаю, сколько она там стоит, несмотря на 30 бачей, я так полагаю, можно купить всего 10 штучек, то есть, это круто, это очень жесткая штука, и каждый раз, как игроки, донаторы имеют возможность, они скупают все 50, ну, типа, все 50 камушков, и этот парень, вот этот Гури, рассказал о том, что, они нашли какой-то баг, азиаты, который позволяет этот пак купить 3 раза, ну, точнее, как бы, не 3 раза, а в смысле, 30 раз, и проворачивал он эту схему, насколько мне известно, 5 раз, то есть, он покупал их, сколько там получается, короче, 150 этих паков, он купил, там, это 300 с лишним тысяч рублей, там, или что-то, около того, выходит на деньги, ну, не в деньгах дело, смысл в том, что, у него был дичайший отрыв по рунам от всех игроков, благодаря вот этому замечательному багу, и он также сказал, что, этот баг, для покупки, использовали очень многие игроки, на азиатском сервере, а также на японском сервере, и на корейском сервере, думаю, несколько человек знали об этом, и на американском сервере, на Европе, я, если кто-то знал, но об этом никто не говорил, но я думаю, что Софья это делала, так что, как-то так, кто это делал, еще я не знаю, доказательств, в принципе, этого нету, но тот чувак, прям прямым текстом сказал, что он это обузил, блядь, все разы, сколько он мог это сделать, этот баг уже закрыли, прикрыли, но как-то это уже сделали, то есть, ну как сказать, то есть, урон уже нанесен, то есть, все, пиздец, это жопа, представьте, представьте, как в какой, блядь, отрыв уходят люди от других, то есть, до появления вот этого пака, там самый быстрый сет, дай бог, был там, плюс 200, да, плюс 200 был, самый быстрый сет, это было в лучшем случае, но после этого, появились вот эти 216, там, 211, там, вообще просто дикие сеты, так, с кем они, с Врайс, с ГВН, это полное говно, не гильдия, просто представьте, какой жесткость творится, и, в принципе, я думаю, большинство игроков в топе РТА, занимались, собственно, вот этим, вот такая вот приколюха, вот и представьте себе, жесткое дерьмо, прям реально просто жесткое, теперь перейдем непосредственно, непосредственно к тирлисту от Аргентума, так, это ПВЕ тирлист, начну я, пожалуй, с огня, потому что, просто он расположен первым, перна С-тир, вообще безусловно, с этим даже спорить нет смысла, один из самых наикрутейших монстров, за счет первой лидерки, второе хила, третье солидного урона, далеко не самого сильного, но очень солидного урона, я также буду называть руны, которые можно надеть на монстров, которые я считаю нужным надеть на монстров, я не утверждаю, что это топовый сет, и что, вот если его не оденешь, то все монстр говно, но по моему мнению, я говорю только свое мнение и все, если у вас оно отличается, без базара ваша правда, я на это не претендую, я убеждать никого не планирую, просто говорю, то, как я это вижу, банально, я художник, я так вижу, в общем, как-то так, в общем, перна, вообще без вопросов, крутейший монстр, чуть-чуть сдала позиции, благодаря выходу всяких кучи разных монстров новых, она немножко сдает позиции, но остается все еще крутейшей, даже в башне, кстати, она неплохая, многие думают, что это хуйня, но нет, башня она неплохая на самом деле, даже на харде, там, этажа, да, 60-го, вполне можно ее использовать, по сету рун, вайленд, это не обсуждается, да, второй сет, в пве, ну, понятно, будет лучший blade, да, в пве, но допустим, в пвп, тут уже отличается, да, я бы сказал, что в пвп, лучший сет, это вилл, но сейчас он стал намного хуже, из-за, опять же, вот таких репрайзал камней, кианы стали очень серьезные, и, из-за этого, как по моему мнению, сейчас, немезис, примерно на одном уровне, находится с вилл сетом, также, revenge, является неплохим сетом, как для пве, так и для пвп, ну, и, как бы, как-то так, то есть, какой сет из этого вы поставите, ничего плохого не изменится, endure, тоже неплохой сет, чтобы ее не ресетали, плюс, endure всегда имеет высокие статы, потому что, endure падает, ну, чаще других сетов, ну, чаще, чем вайленд, чаще, чем, блядь, вилл, чаще, чем немезис хороший, и поэтому, зачастую, игроков есть хорошие эндюры, они его недооценивают, а на самом деле, это неплохой сет, и на перни резист, далеко не самый плохой статус, так что, ну, и самая крайняк, да, вот, самый крайняк, если уж прям все плохо, можно поставить энерджи, потому что энерджи тоже часто бывает, у вас крутой, да, и база перны хп, 1, 2, 3, 4, 5, очень высокая, позволяет неплохо, как бы, получить с этого энерджи сета, ну, это так себе, лучшие сеты, я вот говорю, что, для ПВЕ, наверное, Немезис или Ревенш, или Блейд, тут, что вам, выгоднее, а для ПВП, а для ПВП, тоже вот эти же 3 сета, плюс, Вилл, ну, Блейд ПВП не очень, но, похуй, идем дальше, Окульта, и Зайрос, так, начнем с Зайроса, ну, Зайрос, понятно, что, на Червях он неплох, в Башне он неплох, плюс, можно даже использовать на всяких зачистках, в данжах, типа, где эссенции фармишь, да, где, Мэджик Данж, Файер Данж, он там тоже весьма неплох, поэтому он, наверное, так высоко и находится, ну, и сам по себе монстр такой универсальный, по рунам, все, что угодно, все, что дает ему урон, и офсет такой же, то есть, в идеале, Блейд, или Фокус, да, чтобы Ресет был, или чтобы Доты вешались, Фокус плюс, или Блейд, зачастую даже ставят просто разбитые сеты, два Фокуса, там, Блейд, или там, два Блейда, Фокус, то есть, зачастую даже так-то одевают Зайроса, просто, чтобы получить колоссальные статы на урон, а, кстати, по поводу перны забыл, шестой слот атака, крит дэмэдж, и второй слот, очень распространено, либо спид, да, чаще всего ставят, либо атаку, либо ХП, то есть, тут по ситуации, что вы хотите выжать с этого монстра, но в ПВЕ, как по мне, самое лучшее будет, атака руна, с упором в скорость, потому что, ну, как бы, чтобы просто больше бить, если же для ПВП, то тут уже, приоритетнее, наверное, сюжет, ну, я скорость люблю, но кто-то ХП ставит, тут уже монстр, просто перна, перна такой монстр, что, там можно много, что придумать, то есть, есть и те, кто в танк перну делают, типа, есть те, кто только ДД перну делают, медленную, да, есть те, кто быструю перну ДД делают, тут уже все от вкуса зависит, мне нравится быстрая ДД перна, потому что, ну, я потому что ей пользуюсь везде, потому она мне и нравится, и плюс я нередко слышу хорошие отзывы о ней с ГВ, типа, а, пиверская перна запрокала, убила, там, все в таком духе, поэтому я бы рекомендовал, спид крит демедж атака, потому что это универсально, но, так и, и почему я это рекомендую, потому что спид очень тяжело достать, в особенности на Вайленд рунах, это трудно, действительно, поэтому, мне кажется, что так одевать ее проще, но атака, рид демедж атак, не плохой билд, вполне даже хороший, так, вернемся к Зайросу, ну, тут, как бы, что его обсуждать, дисплеер на нем еще хороший, очень сет для ПВЕ, очень хороший, и, есть две разновидности, Зайрос под автобашню, да, ну, это просто вот для людей, у которых 2-3 Зайроса, например, это танковый Зайрос, в билде спид, ХП, АЦ, это танковый Зайрос, дисплеер сет, дисплеер фокус, спид, ХП, как бы, все круто, и второй билд, ну, это стандартный дамагер Зайрос, это, атака, крит демедж атак, или спид крит демедж атак, в зависимости от ваших рун, уже, дамажные сеты, по вашему предпочтению, лучший, конечно же, рейдж сет, потому что, рейдж сет, просто лучший, но, распространенный фатал, и свифт, и, блять, и разбитый сет, и дисплеер, кто на что гораст, серьезно, тут, все для вас открыто, как хотите, так и собирайте, оккульта, так, ну, вот, насчет нее, я не знаю, почему она так высоко стоит, но, видимо, она неплохая, сейчас, секунду, я приеду, давайте посмотрим, почему, почему он считает, что она так хороша, так, где эта, пдф хуйня, блять, мне там кто-то скайп долбит, так, оккульта, 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 рика, 41 балл, почему так высоко, синергия ее скиллов, 5 баллов, 5 это максимальная оценка, ну, если с точки зрения пве, я бы не сказал, что у нее 5 баллов, хотя, ну, первый скилл, ну, ладно, 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 5 баллов, окей, то, хард башни, 5 баллов, но, соглашусь, да, действительно, действительно, 5 баллов, она действительно неплохая, то есть, вот эти доты, которые там, это все прикольно, так, гвд, 2 балла, почему 2, а не 1, ну, ладно, 2, окей, гвд, 4 балла, а против кого ты в атаку пойдешь, я чуть не совсем понимаю, ну, ладно, 4 балла, окей, арена диффенс, 4 балла, вообще, абсолютно не согласен, тут 1 балл, блядь, даже минус 1 балл должен быть, арена офенс, 4 балла, тут я тоже не согласен, я бы мог понять, там, не знаю, Джули 4 балла, это да, какая-нибудь, ну, Джули, правда, не пятерка, но, Рика, почему 4 балла, видимо, потому что, у данного чувака, который составлял кирлист, есть Тиана, а без Тиана, это даже, нахуй, не 2 балла, я вам так скажу, с Тианой, ну, тоже немного, куда с ней нападешь, ну, да ладно, 4 балла, имеет место быть, пускай, рейд, 1 балл, да, согласен, полное говно, без Тиана, 2 балла, видимо, потому что на огненного без Таана заходит, поэтому он 1 балл ей накинул, так, РТА, 4 балла, с какого это хуя у нее, 4 балла на РТА, алю, дядя, ты че, полное говно, нет, отмена, нахуй, ГБ10, 1 балл, ДБ10, 4 балла, ну, что-то спорно, насчет ДБ10, на Некро, 3 балла, да, да вы че, это тоже, по-моему, так себе, так, opinion, 4, то есть, ну, средняя оценка, 4 балла, вышло у чувака, и, видимо, по суммарному, количество оценок, так, верни меня в тирлист, не, давайте, 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 вот так, ясно, почему она так высоко, просто потому, что суммарно, у нее все вышло неплохо, так, панда, огня, почему она так высоко находится, по оценке Б, объясню, потому что, а, так, по рунам, по рунам, стоп, да, забыл, 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 оккульта, так, по рунам, самый распространенный сет, дисплеер фокус, это самый распространенный сет на нее, и, как бы, под башню, там, можно спокойно, какой-нибудь хрень поставить, типа, спид, атака, хп, хп, там, дэв, там, что-нибудь такое, в общем, дамаг ей, в принципе, не нужен, если чисто под башню, если же какой-то, хотите, чтобы она урон наносила, но тут уже зависит от того, как вы играете, либо спид, либо крит дэмэдж во второй слот, и, четвертый слот, ой, во второй слот, либо спид, либо атака, да, четвертый слот, это крит дэмэдж, шестой слот, это атака, ну, это логично, но, я, я честно скажу, я не фанат этого монстра, мне он совсем не нравится, ну, да ладно, идем по панде дальше, панда, чем хороша, она помогает новичкам, бить некро десятого, но, и здесь же, как бы, палка о двух концах, если спидит ее босс, да сведули, скажи нахуй, потому что ты будешь бить ее два часа, босс потом снова кого-то спидит, и либо ты проебешь этот заход, либо будешь бить босса три-четыре минуты, что достаточно долго, но, она помогает это делать, плюс, где она еще хороша, на новых червях, типа, червь ветра, там эта панда действительно неплоха, и червь тьмы, там эта панда тоже действительно хороша, причем очень хороша на червей тьмы, хотя, почему-то люди не используют, я не знаю почему, она там реально рулит, и плюс, где она еще хороша, это, это рейды, самое вот такое основное, куда она идет, первое, потому что у нее есть дефлигерка, второе, потому что она, в любых говнянейших рунах, держит переднюю линию, и плюс, ее можно спокойно, как бы, ставить, ну, типа, переднюю линию, одевать в мусор, да, то есть, ей не нужен виол, то есть, ты можешь ее одеть, там, как вот у меня раньше, она была одета, эндюр, ревенш, и разбитый сет, или там, эндюр, гвард, ревенш, спокойно, то есть, ну, вот как раз те бесполезные руны, которые вам выпадают, и такой, тебе выпали, говняные эндюруны, блин, что с ними делать, типа, ни на кого не оденешь, вот, радуйся, они тебе для рейдов, и вот как раз панда, один из тех монстров, на которых она заходит, и, поэтому она достаточно высоковато находится, блять, господи, что до убожества включилось, сейчас переключу, по рунам, ну, я бы рекомендовал, чтобы на ней стоял ревенш сет, да, потому что, неплохо, когда она ревеншит, ну, можно и без него, не обязательно, самое вкусное, что я для нее нашел ставить, это командные руны, вот эти, всякие толеранс, всякие энченс, там, в общем, командные руны на, хп, на деф, на атаку, да, файт руны, вот эти всякие командные руны для рейдов, это просто, офигенно на ней, и это все помогает, по статам, чтобы, ну, по слотам, точнее, деф, деф, хп, там, вообще без разницы, то есть, 3 деф, ну, одну хп руну желательно иметь, потому что, просто большое количество дефа, оно не работает, то есть, и работает именно совокупность дефа и хп, это важно, когда она не будет дохнуть вообще, она бессмертная будет, это круто, так что, по рунам тут рекомендации никаких сказать, таких прям конкретных не могу, просто ставьте, что у вас есть и все, но желательно иметь там или ревенж сет, или какие-то командные сеты, которые будут помогать вашей команде, или выживать, или быстро убивать, там, или что-то еще, ну, и желательно резист на ней иметь, да, чтобы она в станах не стояла, там, лишние дебафы не кушала, резист тоже неплохо, но это для рейдов, как бы скорее я говорю, потому что рейды, это важный аспект игры, так, перейдем к арху огня, ну, нет, нахуй арх огня, лайка, тут интересный очень момент, почему он так высоко, допустим, а вот те вот нижние монстры так низко, я немножко с этим не согласен, но, видимо, в новых рейдах он не слабо дамажит, потому что урон у него, действительно большой, на каком-нибудь рейде огня, можно его использовать, как дамагера еще в передней линии, ну, я не знаю, я ничего не могу сказать, по поводу ПВЕ и лайки, как мне кажется, он ниже должен быть, в ПВЕ он не так хорош, по моему мнению, ну, и что про него сказать, это, так, по рунам, самый распространенный, это пампир, за счет этого, он очень сильно живет, очень дамажит, дико, в особенности, когда все его напарники умирают, он, например, на фулл хп выхиливается, каждым джаджом, но это второй скил, это самый распространенный вариант, вампир, второй вариант, это вайлен, за счет которого, он наносит колоссальный урон, потому что дамаг у лайки неплохой, действительно, не стоит его недооценивать, но, чем минус вайлен, это очень тяжело собрать хорошие статы, потому что он требовательный к статам, по рунам, самый распространенный, это атак, редэмэдж атак, да, ну это логично, но, также имеет место быть спид во втором слоте, потому что медленный лайка тоже не совсем хорошо, хорошо, когда он часто и жестко ходит, Архангел, чем хорош Архангел, он очень помогает стабилизировать 10 дракона, плюс, можно их использовать в рейдах, но он не так хорош, потому что он не хилит, не дебафает, но может держать переднюю линию, но в силу того, что в силу бюджетности какой-то, он может помочь вам с рейдами, но это не так хорошо, но опять же говорю, использовать можно, так, что еще, где он, где его можно еще поюзать, ну что-то я хоть знаю даже, где, почему он так высоко, но, как-то, блять, я не тут нажал, господи, я стукнул нечаянно в планшет, давайте проверим, почему он так высоко находится, вилла джу эл, да, у него вилла джу эл, почему так высоко, в башне 3 балла, нас интересуют пве аспекты, рейд 5, вилла джу эл, рейд 5, 3 балла, бесты 3 балла, почему вот на бестах у него 3 балла, он вообще там ничего не делает, вообще 0, фига ли у него там 3 балла, рта 4 балла, нам не рта, надо гб 10, 2 балла, дб 10, 4 балла, тут я не согласуюсь, на дб 10 у него 5 баллов, потому что многие люди им пользуются, причем достаточно активно, вот некр 1 балл, что-то я так и не понял, у него с какого перепугу, он так высоко находится, то есть если суммировать, да, да, вот сумм пве у него вилла джуэля выходит 24 балла, это очень мало, это прям пиздец как мало, хотя вот на фоне, допустим, того же Таор, это 30, а сходили у него так много, потому что ты лишний балл накинул за 10 гига, потому что у него там двойка, один, так, куда еще, куда еще лишний балл накинул, за бестов там много очень накинул, 2 балла лишних, он был, он намного ниже должен быть, серьезно, потому что он абсолютно бесполезен на вот этих вот моментах, так, не согласен я, он должен быть, блядь, вообще гораздо ниже, по моему мнению, дракон, основное его пристанище в пвп на драке, да, он действительно хорош, ладно, перейдем по рунам, понятно, что второй слот, это спид, самая распространенная, это саппорт, виладжуэль, рассматриваем саппорт, виладжуэль, вайленд, не обсуждается, вайленд, в пве, это лучшее, что вы можете ему поставить, и дефхп, либо хп-хп, да, то есть, как-то так, второй оффсет, какой, ну да, второй оффсет, хуй его знают, даже если честно, демезис, гвард, какой-то что-то, чтобы больше скорости выжить, потом есть второй билд на него, второй билд, это как раз таки, дамагер билд, это деф, крит, демэдж, деф, либо, что-то типа спид, крит, демэдж, деф, но это уже не так четко работает, это уже тупо, как по мне, там уже спид лучше допами добирать, но опять же, он будет медленный, бесполезный, не знаю, короче, я не очень люблю деф, лиладжуэля, в смысле, дамагер виладжуэля, потому что, урон далеко не самый большой, и при этом, как-то, ну все по чуть-чуть, как-то знаете, немного не то, как по мне, как по мне, саппорт виладжуэля идеален, просто такой, с одной дефруной хотя бы, да, чтобы урон наносил небольшой, и быстро команду свою очищал от ненужных дебафов, самое то, еще раз распространенный билд свифт, но это уже больше РТА, вариация, это уже на РТА более популярно, это уже там своя специфика, так, перейдем к Тесаку, господин Тесарион, ну, в принципе, с оценкой я, наверное, согласен, на нужном месте он находится, в принципе, не так уж он и плох, что по поводу него можно сказать, где его можно активно использовать, и для чего, так, на червях для раскола нормально, на ветряном черве норм, так, куда еще, куда еще, в башне, ну, типа, вроде как кто-то где-то пассивки в башнях выключал, но я, честно, не фанат вот этой темы, с Тесаком там что-то идти, мучиться, как по мне, со станами куда проще, но я неоднократно видел, что люди в чате там, говорят, что они проходят с Тесаком определенные этапы игры, в башне, точнее, определенные этапы башни, поэтому, возможно, это как-то актуально, так, что еще, куда его еще можно бить на драконе, говно, так себе, очень так себе, куда еще, да и все, что-то хуй знает, куда его еще использовать, мне что-то в голову, ничего, а, рейды, точно, я забыл, в рейдах он неплох, действительно, потому что это лидер, который, в принципе, неплохо бьет, это единственный доступный резист лидер после Диаса, то есть, если у вас нет Диаса, это второй доступный резист лидер, причем такой серьезный, при этом являющийся дамагером, во что его одевают, самый распространенный билд это Violent Revenge, Speed Creed Damage Attack, это ДД вариация, либо танкованный, гибридный, это Speed HP HP, Speed Creed Damage HP, то есть, всякие такие вариации, то есть, тут кто на что гораст, у кого, как бы, какие-то руны, да, у тебя, например, атак руна с HP, есть, ты ее ставишь там, или HP руна с атакой, то есть, это как раз-таки тот вариант, когда это актуально, ну, в принципе, неплохо, часто, я вижу, много ревенжа ему просто ставят, да, там, два-три ревенж сета, тоже прикольная тема, но Вайлен, как по мне, как-то интереснее, в рейде я видел, в рейдж, ревенж, его одевали, тоже очень жестко работает, на самом деле, бьет он больно, ну, вот, как-то так он делается, так, обезьяна, перейдем к обезьяне, то же самое, что Тесарион, вот, прям, вот, то же самое, в принципе, так же, та же актуальность, но, о чем преимущество обезьяны, она лучше в рейде тем, что, во-первых, у нее больше урон, она разгоняется по урону очень сильно, и при этом еще может стоять в передней линии, и по статам вообще неприхотливо, то есть, у нее высокие базовые параметры, защитные, за счет чего, как бы, она живет, то есть, какое бы говно ты на нее не одел, она же в задней линии по-любому живет, а в передней, там, ну, там уже надо подбирать определенные статы, вот так же, с обезьяной, самая распространенная, это, хп, крит дамэдж хп, самый распространенный билд на этой обезьяне, но тут же, опять же, можно, спид, крит дамэдж хп ставить, там, кто-то деф, сует на деф вообще, по мне, не очень, хотя, от дефа она хорошо, разгоняется, да, потому что у нее 700, там, база дефа, как бы, это все клево работает, в общем, это тот монстр, на которого можно, все подряд, что у вас там лишнее лежит, одевать, как раз вот это ее случай, опять же, вайлент, на ней самая распространенная, или вампир для рейдов, вампир многие используют, еще на рта, очень популярен билд, это спид хп хп, либо, опять же, там, спид крит хп, спид крит дамэдж хп, то есть, высокой скоростью, чтобы убивать, всякие, спид паки, ну, да, как-то так, так, вайлент, ревенж, самая распространенная, либо вампир, ревенж, тоже, крутая штука, океанос, ну, тут я не совсем соглашусь, то есть, актуален он, по сути, только в башне, и то так себе, мне не нравится, он в башне абсолютно, на фоне всяких посейдонов, вообще ни о чем, где он актуален, больше всего, но, единственное пристанище, для этого монстра, реальное, это РТА, то есть, там, да, там он сияет, действительно круто, и, поэтому, я вообще не согласен, с тем, что он высоко находится, он достаточно днично, должен находиться, потому что, урон у него слабый, ресет скиллов, ПВЕ, далеко не самая полезная вещь, разве что боссов, да, каких-то ресетать в башне, и все, по рунам, самая распространенная, это Вайленд, офсет практически не важен, самая распространенная, это Вайленд, как бы, спид, крит, демедж, атака, да, то есть, ну, понятно, если вы хотите, как-то дамажить, да, спид, демедж, атака, но, самый такой популярный, на нем билд сейчас, это, спид, хп, хп, либо, спид, деф-хп, как раз-таки, это просто контроль океанос, ну, и Вайленд, да, либо второй билд, это Свифт, очень популярен сейчас, но это уже больше на РТА, так, Клеопатра, ну, Клеопатра такой интересный монстр, куча дебафов, вроде, все клево, но вот, а куда ее использовать, ну, в башне, вроде как, это все не нужно, типа, на червях, тем более, блядь, в рейде, типа, хп лидер, ну, неплохо, и переднюю линию может стоять, дать для дебафов, ну, типа, неплохо, да, в рейде на переднюю линию, куда еще и что, в принципе, в ПВЕ, да хуй знает, куда ее еще засунуть, да никуда, по-моему, по рунам, вот тут, кстати, вообще спорный момент, ее, кто бы что одевает, чаще всего, честно, я вот ее встречаю, это Свифт Сет, самая популярная, второе, это Дисплеер Сет, по популярности, третье, это Вайленд Сет, то есть, ну, примерно для себя я так разграничил, то есть, это то, как часто я их встречаю, часто вижу, и все три сета, в принципе, актуальные, работают нормально, и, по рунам, понятно, спит второй слот, и дальше выживает максимум скорости и полезных статов с четвертого и шестого слота, либо деф, либо хп, то есть, ну, стараются максимум выжимать раки, ну, у нее хороший урон, и на этом, ну, и типа она не дает резать, и на этом все ее ништяки заканчиваются, башни не очень, ну, нормал башни, наверное, хотя даже на нормале, наверное, без понтова, потому что там, как-то АУЕ больше рулят, а у нее только одно АУЕ, только если боссов щелкать на нормале, ну, это все руками делать боссов на нормале, ну, так себе, эм, что еще такого, лидерка аренная, блядь, куда ее взять, ну, фиг знает даже, куда ее брать, мне, честно, она не очень нравится, на червях, наверное, на новых она неплоха, потому что, для огня есть АУЕ, для ветра дамаг большой, плюс раскол, в принципе, на новых червях она неплоха, плюс, я не знаю, насчет темного и светлого, наверное, нет, но на огонь и на ветер ее можно спокойно брать, вообще, а кроме этого, что-то в ПВЕ, я даже не знаю, куда ее еще можно взять, по рунам, но тут, как бы, все плохо, по рунам, то есть, активно, прямо, целенаправленно, люди ее не одевают, то есть, ей суют просто мусор, что-то типа, просто разбитых сетов, там, всякие шилд, всякую фигню ей суют, просто, чтобы убивало, просто, одну цель и все, можно там, конечно, изъебнуться, Вайленд, ей дать там что-то еще, но это все лишнее, то есть, это, это вот как раз та ситуация, когда, даже если ты даешь крутейшие монстр, руны этому монстру, да, там, Супер Вайленд, оно просто того не стоит, дашь эти же руны другому, нормальному монстру, он, и разница в полезности, будет просто, колоссальная, вот в чем проблема, этого монстра, то есть, дать эти топовые руны, с Перной на нее, ты не увидишь, нихуя полезного, дать эти топовые руны, на Перную, и Перна просто сияет, то есть, ну, зачем она используется, в ПВЕ, я честно не знаю, мне она не очень нравится, кроме новых червей, я, особо не вижу, куда ее юзать, так, идем дальше, это, Кумар, Кумар, Кумар используется, на черве огня, спокойно юзается, вообще смело, так, где еще, там, кстати, крит лидерка, чем хорош ПВЕ, Кумар, у него крит лидерка, это круто, на самом деле, в башне он не очень, но, в принципе, крит лидер, и на этом все, а, про зал героев, я забыл, вот, кстати, да, Океанус и Виладжуэль, в зале героев, актуальны, я вообще, что-то про эту тему, забыл, Океанус и Виладжуэль, в зале героев, очень актуальны, неплохо, там, они себя показывают, это, вот, как раз, то место, где Виладжуэль, просто царь, на Океанус, там просто может неплохо выступить, Кумар, опять же, я вот почему вспомнил, про зал героев, Кумар, как раз таки, там неплох, в этом зале героев, потому что он толстый, он не дохнет, он науешит, он подхиливает, ну, и как бы крит лидер, тоже неплохая тема, хотя я не помню, там работает, по-моему, работает, честно, не помню, вроде должно, должно работать, Дафнис, к сожалению, а, так, стоп, по рунам вернемся, раки, ну, атак, крит демидж, атак, самая распространенная, разбитый свет, Кумар, тут все сложнее, спид, хп, хп, вайлент, чаще всего, вайлент, ревенж, но, есть еще другой билд, это, хп, крит демидж, хп, либо спид, крит демидж, хп, но это уже хуже, там, он нихуя бить не будет, самая, это хуйня, если честно, только, если у вас какие-то, прям просто термоядерные руны, там, спидовые, например, там, с 30, с 30, там, процентов хп, у вас там спидовая руна, плюс там еще крит, крит демидж, да, в таком случае это актуально, но нет, почему крит демидж билд не так актуален на Кумаре, потому что ты не можешь выжать нормальные статы, то есть, тебе нужен и деф, да, и крит, и крит демидж, и куча хп, и при этом еще спид, это все нереально вместе собрать, просто нереально, только, когда у тебя просто идеальные руны, и даже при всем этом, оно того не стоит, банально, не стоит, поэтому самый распространенный вариант, это, Violent Revenge, Violent Destroy, Violent Nemesis, спид хп хп, вот так вот, кроме вайлента, на нем актуальных сетов я не вижу, но я видел дебилов, которые в рейдж одевали, и которые одевали, в Despair, в Despair, но, как по мне, не очень, так, да, Фнис, один из худших монстров, на данный момент в игре, один из самых слабейших, честно, не советую вообще пытаться, даже что-то с ним сделать, полная хуйня, Ракан, ну, в пве, наверное, да, он не так хорош, Ракан, Вампир или Violent, два вариа, две вариации, это хп, крит демидж, хп, либо трипл хп, есть еще спид хп, хп, но там спид руна нужна крутая, но самое популярное, это вот хп, крит демидж хп, либо три хп, это такие два, две вариации, и тех много, и тех много пополам, то есть люди и то и то делают, то есть люди и то и то делают, это больше пвп монстр, поэтому если вы хотите для пве, то не заморачивайтесь, джуна, 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 отвратительный монстр в пве, потому что у многих она есть, я кучу народу знаю, у кого она есть, и отзывы весьма плохие, я спрашивал, говорю, почему в рейде не используют, урон же должен быть большой, но говорят, что говно она, короче, не стреляет, она в рейде не получается, потому что второй скилл не дд, и в итоге получается, что она не дамажит, и блять, и как-то что-то непонятно, вроде какой-то дебафер, и не дамагер, хуй пойми, короче, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо на охоте, такая поняшка, ну вот, это одна из тех пони, которая не нашла свое место в игре, потому что в пве ей не пользуются, в пвп ей не пользуются, в итоге получается поняшка не удел, урона она не наносит, и ничего она не делает, как-то так, ванесса, ну, слабейший монстр в пве, ее негде использовать, единственное, только как воскрешение для башни, но это не очень актуально, так что не советую, делать это, и одевать ее для пве, в этом нет смысла, так, чиву, но чиву, кстати, поинтереснее, чиву, можно найти применение, опять же, это башня, башня хард, потому что чиву неплохо контролит, и для этого его нужно одевать спид, хп, хп, с параметрами аккуратности, либо спид, хп, асс, но тогда он худой получится, и для чего он в принципе нужен, это чтобы снимать бафы с противником, то есть иногда есть волны, где ему решают противники, очень тяжело что-то с ними сделать, если ты их выпускаешь из стана, и как раз это тот момент, когда можно взять своего чиву, и это будет неплохо, но не так уж он популярен, плюс спид лидер, что тоже немаловажно, спид лидер это неплохая вещь в пвп, ой, в пве, это неплохая штука, для пве спид хп хп, либо спид деф хп, и плюс какой-нибудь фокус сет, самое такое оптимальное будет, чтобы он выполнял свои функции, пишите понравился ли вам тирлист, что вы об этом думаете, нравится ли вам кулстори, или не нравится, и все в таком духе, потом продолжим, следующее с водой запишу, с ветром, и возможно потом продолжим еще и, пвп тирлист записывать, и есть ли смысл называть руны, нет ли смысла, в общем пишите все, что думаете, так как это говно выключить, так да, вот все, всем спасибо, всем пока,